Итак, друзья, перед нами Ульяна. Здравствуйте. И с Юльяной Юля. У вас только одна Юля еще есть. У нас есть еще Стивен, ему год и девять. Он уже местный у нас. Ну, рассказывайте. Мы смотрели канал Михаила с 2013 года. А где вы жили в то время? Мы жили в Кемеровской области, в России, в Сибири. Замечтали в Америку уехать. Но вы каким-то образом уже пришли к этой мысли. Да, я уже начала потихоньку искать какие-то пути. А муж мой, у него там все было на работе хорошо, и в бизнесе неплохо. И, в общем-то, я его уговаривала, надо что-то делать. Писали вам письмо, вы читали наше письмо. А какое ваше письмо? Называется оно «Мой муж железнодорожник». Из такой серии. Мой муж такой, это что делать? Да, да, да. Да, мы даже с вами по скайпу однажды созванивались. Хорошо. Вот. Ну и потихоньку, когда решение приняли, как-то вот стали случаться ситуации. Как-то вот все начало происходить. Ну, конечно, когда намерения есть, уже все под него. Так, а как отнеслась, значит, юная ваша дама? Ну, ей было пять лет, в общем-то. Ну, ей нравится в Америке? Да, ей нравится. Она приехала и сразу пошла в киндергарден. Да. То есть, это, получается, ее была первая школа. Но она уже по-английски говорит лучше, чем по-русски? Ну... Она неплохо, она по-русски без акцента. Да, она хорошо говорит, но уже маленько страдает качество речи. С братиком-то как? Хорошо. Но она чувствует себя старшей сестрой? Да. Не обижает маленького? Нет, он у нас всех обижал. Ну, это понятно, да. Они такие. Каждый день он ко мне в комнату приходит с бутылкой и по голове бьет. Но ты просила братика или родители сами? Сестренку. Сестренку, ну да. Да, у нашей Саши вот она требовала сестренку. И есть. Вот, у нее есть сестренка, но она осознает ответственность. Да. Вот. А что вы делаете? Вы в Майами живете, да, или где? Мы живем в Бокаратоне сейчас, но буквально несколько месяцев. Мы жили в Орландо. Да. А сравните Орландо с Бокаратоном. Орландо больше и в плане каких-то развлечений, может быть, не знаю. То есть, на самом деле, такой фундаментальной разницы нет. Но здесь пляжи, нет? Нет. Ну, пляжи. Мы вообще очень хотели хорошие школы. Вот у меня такой был визит. Есть тут хорошие? Вот в Бокаратоне самые лучшие школы считаются практически по всему. Так, а что говорит ребенок по поводу школ? Разница есть? Мне тут больше нравится школа. А что, детей меньше или они более дружелюбные или что? Ну, тут русских больше. И еще, ну, тут они больше добрые и еще, не знаю. Ну, такие дружелюбные. Подружки. Подружки появились. Но это хорошо. Тренисом заниматься. Здесь очень много для детей всего. Больше, чем в Орландо. Только в Орландо много парков разве. А здесь парков все ли нет? Ну, там ведь Дисней. А, это правда. Ну, Дорландо сколько тут? Часа три, да? Три часа. Ну, то есть, в крайнем случае, раз там полгода можно съездить. А там жарко так, в Орландо, я не знаю. Очень жарко. Между прочим, здесь жара не так переносится. Здесь бриз с океана, здесь легче. Мы были как-то вот в Диснейленде, но, правда, это лето еще было. То есть, там просто асфальт плавился, и мы с трудом. Ну, классно, конечно, классно. Там семь парков этих, да? Сколько их там? Ну, да, около того. Чего муж вас делает? Ну, классически, на траке. А вы? Я пока с детьми. А, то есть, вы такая full-time мама? Да. Хорошо. Потому что школа, кружки. Родители вас чего? Бабушка приехала. Сейчас мама в гостях, да. Так вы не выигрывали грин-карту? Нет, мы не выигрывали. Альтернативно? Да. Мы играем, конечно, уже пятый год, но мы... Хорошо. В общем, да. Четвертый. Ну, что же, хорошо. Я вам скажу, что выглядят вы замечательно, такая красивая. Правда? Своей мам какая, правда? Красивая. Красивая, конечно. Ну, ты еще маленькая. Ну, ты тоже красивая будешь. Она такая беленькая, это же она не крашеная, это она настоящая. Прям, да? Хотела сказать такой момент, что муж не хотел сюда. Ну, он такой более фундаментальный, тяжело с места. А сейчас? Но когда мы приехали, он сразу сказал, что обратно, нет, никогда не то что. Все ему нравится. Конечно, сложности предостаточно здесь, но тем не менее. А вот дружбаны, которые у него были, он же там, наверное, в баню, на рыбалку, по пиву, там вот... Там? Да. Куда, ребята, как они отнеслись? Ну, ни с кем практически не общаются. Такое все. Люди говорят, а вдруг мы с тобой встретимся на тропе войны, за кого ты пойдешь. Ну, глупость. То есть чокнутые такие? Ну, да, такое. Мало с кем общаемся. Ну, что же. Хорошо, девушки, вы радуете глаз? Спасибо. У вас замечательные улыбки. И мы рады вас встретить. Мы думали, что мы вас все-таки доберемся до вас, но вы раньше... Ну, отлично, отлично. Хорошо, давайте помашем ручкой всем нашим зрителям скажем пока. Друзья, прошел тропический дождь, точнее он еще идет. Он еще идет и не кончается. А партийцы, то есть люди, которые пришли на партии, под дождем. Вот у нас под зонтиком, как зовут? Елена. Елена. А это с вами, Йохан? Да. Но он по-русски не говорит. Он говорит. Что-то говорит. Йохан. Я тысяч лет работаю в русской компании. Попробуй, вот это он делает рыбку. Миш, вот это он рыбку делает. Да, значит, я уже пробовал, но я с удовольствием еще попробую. Значит, Йохан, друзья, делает Салмана. Ну, Салмана, он не из Федлянии там? Салмана местный. Салмана местный? Атлантический? Из Коско. А, из Коско. Так это он, у него фан такой, или он работает так? Хобби. Хобби. Хорошо. А вы дома так тоже? Салмана? Да. А что еще он у вас готовит? Копченое. У вас коптильня? Горячего копчения. А вы встаньте поближе, а то вы так мясо в кадре расходитесь. Он принимает заказы, если на Новый год. А у вас есть какая-нибудь группа, например, на Фейсбуке, где люди заказы там принимают, дают, нет? Нет, ничего. У нас вот в этом самом, в Кремниевой долине, есть группа в Фейсбуке, и там все готовят. Ну там, ну кто что, кто пельмени, кто там икру солит, кто-то алкоголь, я извиняюсь. Вот, и рыбку, и осетр там, и коптят люди. Видео обращаются туда. Пельмени делают, да. Ну, может быть, как в видео мы смотрим, он напишет свои координаты. Я бы на вашем месте сделал бы сам такую группу, если в конце концов такой группы нет. Сделайте свою группу и скажите, так, мол, и так вот, мы солим рыбку. И не только солим, и не только солим. Ну подождите, но вот вы говорите, что он принимает заказы. А если, допустим, вот стоит девушка симпатичная, покажем симпатичную девушку. А, смотри, какая симпатичная. Любите рыбку соленую? Очень люблю. Вот, значит, допустим, симпатичная девушка, как зовут? Виктория. Виктория хочет рыбки, что она должна сделать? Заказать хочет. Что делать? Обратиться к нему. Ну, а как? Он может или в Холлфуде купить, или в Коско. Ну, подождите, она же не знает, как к нему обратиться. Метасе, вот, смысл. Может, телефон под видео оставить? Ну, а у вас есть бизнес-карточка, может, или что-нибудь? Ничего не взял с собой. Ладно, ну хорошо, я телефон тогда... Вот, телефон напишем, телефон напишем. А вы скажите словами. Вы за ним лучше повторите по-русски. Какой телефон? 561-568-2122. И Юга. Ну, хорошо, значит, вот, друзья, кто хочет рыбки, значит, знает, 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 кому... Подождите, но надо ему тогда по-английски говорить, он же по-русски-то вряд ли. Говорите, говорите. Можно, можно. Так, вот, друзья, мой мокрый штатив, вы видите, что с ним стало. Затек водой, привет, нужно. Хочу маме передать привет, она сейчас в больнице, управляйся. Мама, где у вас? В Питере. В Питере, хорошо. И папе привет. В Питере с Салманом нормально сля? Смотрит нас, смотришь. Да, да. И папе хочу передать привет, я его скоро заберу, хоть он поживет под старость лет в раю. А так папа тоже в Питере? Да, хочу его забрать сюда, чтобы он в раю пожил. И вот в тропиках. Под старость лет он, блокадный ребенок. Ой-ой-ой. Да. Но папа у вас не моряк, может, он там по всему миру плавал, нет? Был, был моряком, да. Военным или так? Нет. Торговым? Немножко торговал? Да. Хорошо? Ладно, давайте. У вас совершенно потрясающий Йохан. Он так еще это говорит. Это как произносит, я так не могу. Как он? Горсанно, что ли? Как-то он так говорит. Нет, хорошо, он все понимает. Он все понимает. Молодец, молодец. Хочу сказать, что Света такая симпатичная, приятная женщина. Спасибо. Друзья, вы видели бы вы Свету. Мокрую. Мокрую. Лучше привет Натали Квик. И, конечно, матери нашей в Хлориде Ялки. Спасибо. Спасибо. Видите, народ разбегается по автомобилям. Такой мощный дождик. Смотрите. А вот эти как-то более-менее ничего, да, стоят? Может быть, к нам к ним присоединится, потому что у нас явно протекающий навес. Да, наш навес, вот он типа вот того. Он как бы ткань такая, знаете, ткань. Нет, нет, вот тот. Но эта ткань, она больше от солнца защищает. Солнце же есть? Вы видите, друзья, что такое тропики. Да. Да. У нас делегация из города Тампа. Сколько времени вы ездили-то, ехали? Четыре часа. Сколько? Четыре. Четыре, значит так. Это Анна. Училась на кампусе у нас. Четыре, да, наверное. Когда вы, как давно-то? Шестнадцатый год. А вы у нас на видео были, что-то рассказывали? Две недели. А вы из той же компании? Не, я из другой, я из Генсфилля. А это где? Это 7 часов отсюда, на север. С Флориды. Тоже Флорида? Да, это север Флориды. Такой большой штат, можно 7 часов ехать. Можно 9 часов. Так вы что, к нам специально на мероприятие? Да, на вас швенд. Ой-ой-ой. Я Лавренин, Алексей, работаю в Диснеи. Четыре контракта отработал. В Диснеи? Да. В Орландо? Да. С Ветом. Четыре контракта отработал два года назад. Класс учился. Так, подождите, но вы их не знаете, Николай? Я знаю. Мы все вместе. Откуда вы все друг друга знаете? Мы работали вместе в одной компании. А-а-а. Канаракте. Так, а вы знаете этих людей? Конечно, знаю. Меня зовут Сергей, я из Одессы. Ребята, тем не знаю, мы вместе. Ты что, прямо из Одессы приехали? Прямо из Одессы. На эту партию там? Да, у вас учился на моих курсах. О, блядь! 2017. То есть вы свеженький? Да. Так, еще тут есть из вашей компании? Вот мой сын. Тоже раз учился. Так. Я просто поучился. И? А ты мой руки не нашел. А почему не нашел? А давайте искать работу. Вам пока учится уже. Ну ладно. Ну, в общем, когда идет до дела, сразу и пойдем. Хорошо. Так, сколько у вас, значит, раз, два, три, четыре, пять? Ну, здорово, на самом деле, что мы все собрались. Ну, в принципе, основные компании здесь, во Флорите, мы все друг друга знаем. То есть если кто-то будет работу искать, значит, сразу к вам. Так. С ответом, по-моему. Хорошо. Спасибо. Вам спасибо. Девочки, представляемся. Давайте. Юлия. Так. Я здесь два месяца только. В Америке? Да. А где жили? Сегодня получили грим-карты. Да вы что, лотерейщики? Да. Ну, поздравляю. А где жили? В Туркменистане. Да вы что? А там говорят строго. Строго, да. Так. Ну, а много у вас? Семья-то большая? Да, все здесь практически. Это вы семья? Да. А, нет. Кто я вам? Невестка. Такая маленькая уже невестка? Маленькая. Ну, такая молоденькая. Ну, 23 года. Да вы что? А я думаю, 16. Ну, они в Туркменистане сохраняются. Да, я броинка. Он самый маленький. Вот. Подождите, что, ваша что ли? Нет. А, вот. У нее старший сын, 25 лет. А младшенький 3-3,5. Вот этот? А девочка чья? Девочка нет, не наша. Девочка нет. То есть у вас между детками большая разница? Да. Еще есть реки, тоже здесь с нами сегодня. Это у вас традиция такая в Туркменистане? Сколько всего-то? Нет, у меня 3 мальчика, у сестры 3 девочки. Так что это не традиция. Ну, подождите, ну, когда есть 3 мальчика, то в итоге прибиваются еще и 3 девочки? Ну, да. Ну, смотрите, но вы вот эту одобрили, вот так вот, или он сам? Конечно, мы ее сразу приняли. Ну, она прям как ваша собственная дочка смотрится. Да, домашняя такая хорошая. Я еще работаю от тестировщика. Ищете? Два месяца уже. Работаете или ищете? Ищу. А что вы так долго ищете? Не берут. Ну, во Флориде вообще мало таких вакансий, к сожалению. Ты такая девочка хорошая, кажется. Ну, была только на одном собеседовании здесь. А где вы живете, в городе в каком? Вест-Палмбич. Но ищу и Майами, и в Орландо. Вы знаете, что? Вот тут есть молодой человек, который... Сейчас мы его найдем, если они не уехали. Я познакомилась с одним QA-лидом. Да. Он сказал, чтобы я скинула ему свое резюме. Так. Вот. Ну, попробую. Тут есть, знаете, группа такая на митапе, которая называется South Florida, QA, там чего-то такое. Она сделана нашими выпускниками. И там, когда у них мероприятие, там много-много наших собираются. Это где можно ее найти? Ну, на митапе. Вот это митап. Да, да, да. Митап. Митап. Вот это South Florida, QA, там поищите. Обязательно. А вот с этими вы познакомились? Вот что сзади стоят? Вот там двое. А, нет. Я, да, я познакомилась. А вы познакомитесь? Они тоже, может быть. Ваши ученики, да? Ну, один мой прямой ученик, а жену он сам уже воспитывал. Да, так что... А вы познакомились с кем-то, кто тут уже работает в тестировании? Здесь, в Флориде, нет. Вот на нашей встрече на этой? Ну, вот один QA только был. И все? Да. О-о-о. А здесь много тестирования? Да тут их полно. Вы не знаете, сколько? Правда, некоторых смыло дождем, когда был дождь. Ну, в общем, долго, да. Ну, хорошо. А вы наш канал смотрите? Конечно. Ну, давайте... Я вот смотрела ваши дома, которые вы смотрели в Вест-Палм-Бич. Вам понравилось. Вчера, который за 500 тысяч очень, да, такой... Который с... Касситой, вот. Да, да. С касситой, хорошо. Да, я вот... Так, девочки, с грудьтесь. Хочу приучить маму тоже к вашим видео, потому что они не смотрели раньше. Да вы что? Нет, парочку мы смотрели. Да, я смотрела видео, что... Школа американской жизни. Да, но у вас училась жена моего брата, Катерина Цихач. Да. Ну, наверное, не помню. Мы у нее тоже брали этот интервью. Хорошо, понял, понял. То есть вас много тут у нас. Это она меня привела к этому. Понял, понял. Ну что же, девочки, что называется, welcome to America. Вот, осваиваетесь.